10.30.29 июня председатель Бавровского гороскополкома возлагает цветы к подножию танка Бахарова. При этом с Александром Студневым в день рождения города руководство военной общественность неравнодушная. В руках охапки алых гвоздик и роз. Его назовут самым большим подарком городу в день рождения. Сертификат на четыре кареты из рук городоначальника получает главврач. Лучшим медикам вручают почетные грамоты, благодарности гороскополкома, областного совета депутатов и Минздрава. «Открытие подстанции скорой помощи еще больше улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи. Для тех пяти бригад, которые здесь будут располагаться, имеются замечательные условия для быта. Потому что людям, кроме того, чтобы работать, необходимо где-то отдыхать между вызовами, принимать пищу, писать документы». Двухэтажное здание в 104 квадрата располагается на пересечении Минской и 50 лет в ЛКСМ. Построил его завод КПД. Внутри пост диспетчеров, водителей, фельдшеров. Есть все условия для труда и отдыха. Здесь во все кипит работа. На смене 20 специалистов, всего в штате 60 человек. Это 5 бригад. «В такое тяжелое время очень приятно, что системе здравоохранения уделяют очень много внимания. И этот дом, этот прекрасный дом, это подарок нашей станции скорой помощи. Очень огромные слова благодарности хочу выразить нашему исполнительному комитету, председателю исполнительного комитета за такой подарок. Такие хорошие условия, которые созданы, это очень большой плюс, это очень приятно. И все работники этой подстанции очень рады. Они не могут выразить слова благодарности сейчас, но они все очень-очень рады». Впервые на экране в марте 2020-го жители Бавруйска могут диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, не выезжая в Могилев. На базе больницы скорой медпомощи перерезают красную ленту ангиографического комплекса рентгена нового поколения. «Это очень важное оборудование, которое будет обслуживать население города Бавруйска и пяти прилегающих районов. Это отделение будет межрайонным. И если раньше пациентов с тяжелой сосудистой патологией доставляли в город Могилев, то на сегодняшний день есть возможность проводить исследования и проводить лечение уже у нас в городе Бавруйске». Оборудование стоимостью 1 млн 411 тысяч рублей спасает жизни, создает комфорт специалистам. Здесь продумано все до мелочей. Сверточная оптическая способность, разрешение экранов и опыт медиков творят чудеса. Позволяет визуализировать анатомические особенности коронарного русла. Архивы снимков дают возможность проследить динамику развития болезни, скорректировать лечение пациентов. «Если мы уже говорим о лечении, о стентировании сосудов, то это позволяет во многом, в первую очередь, сохранить жизнь пациенту и во многих даже случаях, собственно говоря, и излечить его полностью и вернуть в труду социально адаптированного человека». Диагностическое исследование сосудов, сердца, атеросклеротического поражения артерий и других патологий позволяет специалистам вмешаться на ранней стадии развития болезни, чтобы предотвратить операции. Своевременно диагностировать инфаркт и шемию врожденные пороки. Для больницы скорой медицинской помощи, где два кардиологических отделения, это оборудование на весь золото. «Стройка века» – грандиозное открытие, которого ждет весь Бавруйск. Красивые и трогательные истории под названием «По зову сердце по-настоящему сплотило тысячи неравнодушных людей с разных уголков мира». Обновленная детская больница вновь распахивает свои двери в первый день августа. Современная, яркая, комфортная – наша. На праздник съезжаются в обручании почетные гости. Это на самом деле объект, в который вложили душу наши строители, вложили душу наши медики. Я хочу всех граждан поздравить с этим замечательным сегодня праздником. Он удался у нас на самом деле, он продал нас погоду. Здание «Ивпрямь» обретает вторую жизнь. От прежней лечебницы остаются лишь фундаменты стены. Обновляется техническое оснащение лабораторий и процедурных кабинетов. Докторов обучают обращаться с новинками. Появляются суперсовременные аппараты УЗИ, эндоскопы. Всего на покупку техники уходит около трех миллионов рублей. «В палатах, где лежат мамы и детки маленькие, появилась связь с постом. То есть мама не будет тревожиться, что с ребенком что-то не в порядке. Она не может позвать себе медицинского работника или тревожиться о том, где найти медицинского работника. Связь будет осуществляться круглосуточно. Врачи очень хорошо стараются. Тут, во-первых, все новое, вся техника вот эта, все проверяют, сердечко вот это. Ну, просто слов нет». В день рождения города церковь Иверской иконы Божией Матери пополняется двумя новыми колоколами. Их вес – 110 и 139 килограмм. Отлиты из специальной меди в Ярославле. По священию участвуют епископ Бобруйский-Быховский Серафим и председатель горисполкома Александр Студнев. Молитва и окропления тяжеловеса занимают свое место под куполом храма. Перезвон разносится на все окрестности и, как символ победы над врагами, возвещает о празднике. «Получили от наших друзей из Минска вот эти два колокола, которые будут подняты сейчас на колокольню, будут звучать, славить Бога, приглашать к богослужению. Пусть эти колокола будут действительно призывом к радости, к любви, к благословению Бога». В январе 20-го радостные восклики из синагоги, что на социалистической, слышатся далеко за ее пределами. На Бобруйскую землю спустя несколько десятилетий доставляют священную Тору. Более 300 тысяч букв и свыше 2000 часов кропотливой работы. Текст главного сакрального предмета в иудаизме полностью написан от руки. Свиток прямиком из Иерусалима несет в себе учения и наследия, данные евреям и миру. «Есть такая традиция, что в каждый город должно быть свой. Вообще положено на каждого человека, держать такой свиток у себя. Понятно, что нам не посыло, чтобы у каждого человека было такой. Поэтому у нас появилась такая возможность сделать одну для всего города Бобруйска». Возложение цветов в день освобождения родного Бобруйска проходит на площади Победы и у памятника Георгию Победоносцу. Возле танка Бахарова веренится горожан. У каждого в руках букет красных цветов – символ благодарности соотечественникам за мирное небо над головой. «Дорогие наши горожане, живите спокойно, живите под этим мирным небом, радуйтесь, улыбайтесь и будьте уверены, что мы сохраним вместе с вами наш город, мы сохраним мир в нашем городе и мы сохраним хорошее настроение с праздником, дорогие бобруйчане». Отдать дань памяти приходят представители исполнительной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь, общественность. Люди разных статусов, возрастов и профессий. Для них, для всех Бобруйск стал настоящим городом для жизни. «Этот праздник всех бобручан. Каждого, кто родился, кто приехал, кто живет в нашем городе, кто действительно любит его всей душой и сердцем». К 76-й годовщине освобождения города на Березине Краевический музей подготавливает эксклюзив – вот эту фотовыставку. Снимки с детальной точностью отражают этапы операции «Бобруйский котел». В кадре – обкатка танков, наладка артиллерии, бои на подступах и в центре города. Немцев разбили за шесть дней. Экспонаты взяты из фонда музея и Белгосархива. «Сама операция происходила таким образом, что даже опережая сроки. Начали 24 июня, 29-го к полудню полностью был освобожден Бобруйск. И на фото вот эта вот какая-то стремительность тоже видна, этот темп даже ощущается, потому что часть фотографий сделаны замечательнейшими фотографами того времени, советскими. Например, это классика жанра, вот Марк Марков-Гринберг». Сюрпризы в день рождения Бобруйска не заканчиваются до позднего вечера. На площадке возле арены в небо взмывают разноцветные драконы, птицы и бабочки. Здесь проходит фестиваль воздушных змеев. «Желаем ему оставаться таким же классным, таким же молодежным, таким же самым лучшим на свете городом. Мы любим Бобруйс!» «Пусть люди съезжаются, чтобы посмотреть на наш родной красивый город». «Всем всего благополучия, хорошей погоды, такой, как сегодня всегда, хорошего настроения». Русский характер, французская утонченность и японская надежность. Мультибрендовый автоцентр доезжает и до Бобруйска. 20 октября входит в историю. Мэр Александр Студнев и руководитель салона перерезают брендированную оранжевую ленту. На 2000 квадратных метров располагаются три производителя – Renault Mitsubishi Lada. Бобруйский центр становится десятым по счету в стране и вторым после Минска, где официально представлена японская марка. По словам руководства, проект автоцентра уникальный. В дальнейшем он будет браться за основу при строительстве подобных объектов. «Представлена у нас ремзона для автомобилей, продаваемых нашим автоцентром мультибрендовым. Мы обслуживаем автомобили, которые мы представляем все, включая те автомобили, которые мы не продали. Мы тоже можем обслуживать все равно и Mitsubishi». Три просторных шоурума рассчитаны на 22 автомобиля. Не отходя от кассы, располагается и сервисный центр. Включает он в себя 13 постов для обслуживания и ремонта авто, большой склад запчастей и аксессуаров. И все эти опции под четким присмотром современных технологий и грамотных специалистов. «Намного проще становится, не нужно ехать куда-то там далеко. Ну и обслуживание, все рядом, все дома». Рестораны и кафе предлагают особое меню с акцентом на город. В одних заведениях подают традиционные еврейские блюда, в других – на первом месте белорусская кухня. Повара едва справляются. «Поскольку Бобруйск, скажем так, бывшая столица евреев, все-таки нам показалось, что аромат этот должен присутствовать в нашей кухне. Подготовили два фирменных еврейских блюда – это форшмак и шакшука – яичница с томатами». Парк культуры и отдых развлекает посетителей весь день. Основная программа стартует в пять вечера. Работают аттракционы, торговые палатки и интерактивные площадки. Здесь разрабатывают праздничную систему скидок. Акция на каждое карусель действует ровно 63 минуты и 30 секунд. «Днем рождения, Бобруйск!» Этого момента в 56-м детском саду ждут 4 месяца. Именно столько времени понадобило заводу тракторных деталей и агрегатов, чтобы превратить дворовую площадку подшефтной организации в современный игровой комплекс. Периметр дошкольного учреждения меняют до неузнаваемости. На этих кадрах, снятых в начале лета, видно, как территория сада 46-летней истории нуждается в реконструкции. Начиная от асфальта, заканчивая деревянными домиками. Полтора года назад мы здесь открывали спортивную детскую площадку в этом садике. Ну, а сейчас проект уже такой более глобальный мы сделали. Все вот это вот оборудование детское и игровое, все это для наших детей, во благо, для будущих тракторостроителей. Многофункциональная площадка включает в себя десятки элементов. Найти занятие по вкусу во время прогулки может даже самый привередливый малыш. За год Бобруйск приобретает много друзей, а продукция, поставляемая отсюда за рубеж, расширяет географию. От зефира до шин. Гурманы и ценители качества за тысячу километров покупают легендарные изделия. В 633-ю годовщину Бобруйск принимает тысячи гостей и становится точкой притяжения туристов. Еще до того, как приехать в Беларусь, мы в интернете почитали о вашей стране. Бобруйск очень большой и красивый город. Здесь есть уникальные церкви. Политиков. Город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности, проблемы, живет полноценной, рабочей, спокойной жизнью. Телеведущих. Бобруйск для меня, до того, как я приехал сюда, был город такой мем, если можно брюйться, да, что-то такое, о чем все говорят. Ожидания и реальность оказались разные. Реальность лучше. И самого президента. Если бы не было вашей продукции, нам бы было очень тяжело в клиниках, поликлиниках, больницах. 2020-й для города, впрочем, как и для страны, становится непростым. Но при этом его все же запомнят как год больших дел. Год, в который свои корректировки вносит пандемия. Несмотря на все трудности, в Бобруйске продолжают работать крупные предприятия. В режиме 24 на 7 оказывается медицинская помощь. Бесперебойно производится продукция, известная на всех континентах. Строится жилье для многодетных. И звучит детский смех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова